Час назад закончилась прямая линия губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В течение полутора часов в нашей студии глава региона отвечал на вопросы, поступившие от жителей по телефону и в социальных сетях. Диалог начали с подведения итогов прошлой августовской прямой линии. По словам губернатора, такой формат общения с жителями хорошо себя зарекомендовал. Тем не менее, Вячеслав Гладков предложил в будущем рассказывать не о решенных проблемах, а о том, с какими справиться не удалось. Это нужно, чтобы понять главные причины, а также ресурсы, которые есть у власти для законного и быстрого реагирования на обращение. Среди наиболее актуальных тем эпидемическая ситуация в регионе. Не вернутся ли QR-коды после новогодних праздников? Напомним, решение об отмене их действия в общественных местах Вячеслав Гладков озвучил на вчерашнем оперативном совещании правительства области. Главная причина – снижение общего количества заболевших и, как следствие, сокращение коечного фонда почти в два раза. И в этом большая заслуга именно ограничительных мер и средств индивидуальной защиты. Пандемия никуда не ушла. И мы должны очень внимательно относиться к тем рекомендациям Роспотребнадзора, которые сейчас есть. Я сейчас говорю в первую очередь о масочном режиме. Я надеюсь, что и дальше соблюдение дисциплинированности жителей Белгородской области, за что я очень благодарен всем вам, дорогие друзья, оно и позволит нам проходить с наименьшими потерями. Еще одна тема – цены на продукты. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, вопрос более чем актуальный. Один из зрителей прямой линии поинтересовался у губернатора, с чем это связано и какие меры будет принимать правительство области для снижения цен. Как отметил Вячеслав Гладков, увеличение стоимости фруктов и овощей в этом году характерно для всей страны в целом. Это связано в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями – поздней весной и заслушивливым летом. Однако для стабилизации обстановки правительство региона принимает меры. Например, совместно с региональными товаропроизводителями и объектами розничной торговли реализует социальный проект «Покупай Белгородская». С середины ноября в области начали отгружать тушку цыпленка-бройлера и куриное яйцо категории С1 по сниженным ценам. Отметим, что сейчас таких торговых объектов в регионе 134. Это текущие наши меры. Конечно, нам нужно увеличивать объемы производства, наращивать объемы, например, выращивания овощей в закрытых грунтах. Мы должны, наверное, больше вкладывать деньги в развитие ЛПХ для того, чтобы создавать конкуренцию. План у нас есть. Увеличиваем субсидии из областного бюджета, увеличиваем субсидии из федерального бюджета. Завтра, например, встречаюсь с министром сельского хозяйства. И как раз будем обсуждать планы взаимодействия на 2022 год. Подробный сюжет о том, какие вопросы волнуют жители региона больше всего, смотрите в эфире программы «Такой день завтра». Субтитры создавал DimaTorzok